Сейчас все подойдут, мы немножко побеседуем, потому что батюшки нет, рано разошлись. У нас объявление хорошее. Вот сейчас? Нет, я помыла. Я только сегодня думаю, что вы не помыли, не всегда дойли. Так, поближе маленько, подойдите. Я за тебя вот так. Я кое-что скажу, то, что у вас тут ежедневно бывает, а потом то, что общее, которого никогда не было. Вот когда батюшки нет, вы заметили, что как считается отче наш? Отче наш есть по Матфею считается и по Евангелии от Луки. В храмах всегда считается по Матфею. Кто может по-русски прочитать? Отче наш, ну-ка поднимите руку, кто прочитает? Полностью только все, чтобы... Давай, считай. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ну и все? Ибо Твое и Царство, и Сила, и Сила, и Слава, веки Алина. Значит, не знаешь, походи сюда. Значит, не знаешь. Так, по струковно-салянски в церкви считается по Матфею. Можешь прочитать отче наш? Отче наш, и же и Син на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днеси. Остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. И все? Ну а батюшка воскресание делает, яко Твое, и Сила, и Сила, и Слава, веки Алина. Вот. Батюшка так говорит? Да. Как батюшка говорит? Яко Твое, и Саство, и Сила, и Слава, веки Алина. Андрюша, как батюшка говорит? Во веки веков Алина. Царство Отца и Сына, и Святаго Духа говорит слова, которых нет в Евангелии. Я говорю, батюшка, зачем ты прибавляешь? Молитва очень наша принадлежит Христу, написанная, не добавь, не убавь. А как я считаю? Я говорю, ну, прочитай. Он не может прочитать. Там-то он с разгону читает. Отца и Сына, и Святого Духа этого нету. А как? Яко Твое, и Саство, и Сила, и Слава. Это написано в Евангелии, Слова Христа. Их не надо добавлять. Легко добавили. Теперь у нас там точно так же, когда батюшки нет. Вот вы после того, си нас считаете, что Господи Иисусе Христе, и Сыне Божий? Ну да, это место. Это тоже самая добавка. А нужно считать. Вот один считает, что это очень наш, до этих слов. А следующий может считать, яко Твое, и Саство, и Сила, и Слава, веки Алина. Ну по Евангелию, почему не считается-то? У нас один раз провели беседу, сегодня все время так считается. Готовы так делать? Да. Батюшка считает так, как у него написано. Это написано неправильно. Но он не может изменить. Но на нас это иго не лежит. Мы свободно можем считать так, как написано в Евангелии. Вот, который досчитал, да, а потом, яко Твое, и Саство, и Сила, и Слава, вовеки Алина. Договорились? Договорились. Договорились. Второе. Так, Витя, где? Внимание. Смотрите. В притворе церковном, вот это вот было там, где расписание, как сестрам в храмах убирать. Кто это написал? Володя Устинов. Ну поднимите руку, кто это сделал? Володя Устинов. Это Володя Устинов от Ксириум написал. А какое он отношение, Володя, к храму имеет? Ну, вешал не лично, он, я не знаю, кто повесил. Кто повесил вот это в храме? Это иеретическое. Это не христианское. У нас Библия святая. У нас много надписей. Напишите где-то, где вы нашли такое, что не нравится, что смирись, улыбнись. Это сектанты, еретики, ласкательствуют друг перед другом. Церковные правила запрещают в церкви считать иное, что утверждено святыми отцами. Отцы святые никогда не говорили, улыбнись. А написано, горько плачь об исходе души твоей из тела. Когда душа будет разлучаться, какой улыбнись? Это они резиновые зарубежные улыбки привезли сюда. На обман нам. Кто дал это? Найдите хозяина, верните ему и скажи, дома у себя и улыбайся своей жене. Так, кто это может сделать? Василий. Кто? На. Соседка вроде бы. Скажи, еретическое к нам не пристает. Мы легко разоблачим это. Повторяю, это еретическое. Это они могут делать, улыбаясь, с улыбками. Но как только им сказали, что вы не церковь, они звереют мгновенно. Церковь только там, где есть рукоположенное, законное, от апостольских времен, рукоположение. Я не говорю, хорошие они или плохие. Сегодня мы хотели вас оповестить о том, о чем мы молились. Мы сейчас ждем нашу машину, которую специально купили для благовестия. Вы сегодня слышали, Иоанна Златоуста проповедь, слова должны подтверждаться делами. Ну и так понятно. Но если я буду говорить, а с крыши не буду слазить, так и говорить, то что будет? Мы слышали, что Христос уходил, то последний наказ его был. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Но перед этим сказал, сидите в Иерусалиме и ждите обитованного Духа Божия, чтобы облечься силою и будете мне свидетелями до краев земли. Вот этот монастырский устав 10 дней был, от Вознесения до Святой Троицы. Если человек не облечен Духом Святым, вот как зайдете у нас в храм, и направо, где печка стоит, там из римлянам написано, если Дух Божий живет в нас, Он оживотворяет нас. Насколько нам это удастся, мы не знаем. С завтрашнего утра сегодня мы уже делаем погрузку, машина, видимо, вышла. Специально для этого мы купили машину. Машина легковая, грузовая, как называют, раньше называлась Рафик, а сейчас Газель называется. Грузопассажирская. Грузопассажирская. Значит, это она берет 7 человек, включая шофера, и грузоподъемность 900 килограмм. 950. А? 950. 950. Ну вот, понимаете, какое дело-то? Мы уезжаем, уезжаем, все, вымеряем, грузоподъемность, расстояние, не могу никак, все расчеты делаем, продукты, взяли канты, сколько взять муки, сколько там крупы, все, посчитали, у нас примерно, вместе с вареньем, почти 180 килограмм будет. 180 килограмм на 5 человек и собака, Сережа, чтобы ночью насевать будем в степи, где-то таить, это уже самый лучший вариант сохранить себя. Ни о какой милиции речи не надо, милиция нас не ждет нигде, с таким грузом и прочим. А от них только книг мы берем примерно 720 килограмм. Понимаете, какой груз? Это только на одну поездку 20 дней. 20 дней. В один конец у нас получается больше 2000 километров. Только в один конец. На поездку, подсчитали, на горючее требуется примерно 30 тысяч рублей. Как это у нас удастся? И все, Господь помог, нам машину достали, благодарение брату Игорю. Он поставил такую машину. Мы мараковали зарубежную, советовали, и наконец вернулись опять к тому же самому. Она отечественная, жрет много корма, осел этот, но лучше ничего не нашли. Так что, по благословению брата Игоря, мы купили машину. Батюшка осветил, все. Сейчас едет Николай Кручина. Мы подготовили, загружаемся продуктами. Почти перегруз. Но первое же селение мы скидываем сразу 40 килограмм. Еще 40 килограмм. У нас вопросов настолько много, что я поднимаю руку Господу, совсем ничего не знаю и не понимаю, как людей сохранить. 4 человека работают на большие села. Будем в большие города, до миллионов город и выходить. Ну у нас порядок какой? Первую очередь мы выходим в библиотеку, где-то встречаемся с архиереями, дарим книги. Мы нынче, если Господь благословит, мы закупили новые заветы у братьев Гедеоновых. Речь идет о многих тысячах новых заветов. Где-то еще книги есть. С баптистами получили детей хорошие. Я прислал сюда лени. Давали вам здесь? Нет. Как нет? Завтра, наверное, раздадут. Я сказал, что вы раздадут. Специально получили. Своими книгами мы рассчитались с ними где-то. Мы вполне обеспечены всем. Нам нужна помощь молитвенная и поддержка. Вот через брата Виктора, кто желает помогать денежками, только на горющее. У нас продуктов полно. Книги есть, Евангелие есть, Новый Завет есть. Есть пригласительные вот эти. Раздавать только. Одни пригласительные у нас обошлись примерно в 30 тысяч рублей. Наклеивали, сколько проще. В общей сложности 80 тысяч приглашений. Это что-то. Мы можем сказать, что в православии, вот как мы делаем, никто никогда не делал. И я думаю, и не делает. Это сектанты те делают, но не так. Потому что у них мощнейшая поддержка миллиардеров. У нас только Господь. Бабушки, пенсионерки. И все помогают помаленьку как-то. И уже деньги на горющее. Вот представьте, я сказал, посчитали шофера 25-30 тысяч. Собрали сколько? 2 тысячи. Пока сидели, говорят, 4 тысячи. Кончилось, когда уже собрание-то сколько? Да, говорят, уже 24 собрали. Ну, только руками сплеснешь. Какой же народ-то у нас добрый-то? Мы едем, а впереди полная неизвестность. Нужна нам молитва будет днем и ночью. Вот представьте, дождь идет, лежишь в постельках. Где наши братья? Вы будете видеть ночь темная где-то. Я думаю, так. Мы будем уходить с трассы где-то в лесополосы, под тропинком. И наблюдать, если нас видят, успеть сготовить до вечера, поесть. Засыпать, залить. И как только темняется, скрываемся в другое место, где нас не видят. Если они заметили и придут, нас там нету. Ну, я просто, я знаю в этих органах, как работает. Как находят, людей уничтожают. И если только случайно, на нас кто-то натолкнется. А так нас, ну, мы бодрствовать будем. Это у нас и постель с собой, и питье должно быть, и горющее запасное. Ну, брат купил он инструмент какой. Я просто уже так открываю это, перед Господом все. Все это большие деньги. И Господь все это устроил. У нас все есть. Завтра, если Бог благословит, в 5 утра мы должны тронуться отсюда. В 5 утра. Мы приезжаем там, благословляемся. Там нас ждут Игорь Третьяков и Сергей с собакой. Все у нас готово. Мы план пока не открываем где, но мы будем выходить на вас. Мы не хотим, чтобы нас перестревали. Но в каждом городе будем искать архиерея. Конечно, порядок такой. Мы выступаем, зовем людей ко Христу. А потом куда ходить? В храмы московской патриархии. Больше мы никуда звать не можем. У нас ничего нигде нет. Заметьте, патриарх Кирилл понимает это дело. Он не делает. Он не может делать. У него другой чин. Но он говорит, состояние, которое православие, это духовное разваленное. И выходите на дороги, идите проповедуйте. Православие затухает и может кончиться при нашей жизни. Вообще православных не будет. У нас, говорит, время на раскачку нету. Вообще нисколько нету. Все, мы и жили. Сектанты все захватили уже. Почему работают? Я не знаю, правды нет. Мне сказал Виктор Николаевич, вроде бы, в Корчино, там какая-то бригада, птичиняков, будто бы ее отдал в аренду китайцам. Правда или нет? То что? В аренду отдали китайцам. Кто сказал вчера? Я не говорю. А кто это мне сказал? Кто-то другой. Ну, вчера мне сказал кто-то. В аренду. То есть, во всей стране сегодня арендует. Китайцы уже 25 миллионов там постоянное местожительство дают. Вот в этом году, считай, до октября месяца будет перемен. Нет. Самый большой срок 2 года. Россию делят на части между другими государствами. Народ изжил себя. Земля пустеет. Никого нигде нету. За время перестройки было допущено 120 миллионов абортов. Нация самоуничтожается. Это большое государство. 120 миллионов. И поэтому нам не надо думать ни о большинстве, ни о чем. Мы просто выполняем поручение Господа. А как оно будет? Какие результаты? Кто обратится? От меня не зависит. Поливающие, наслаждающие ничто. Так как мы чувствуем эту опасность, я хотел попросить у вас всех прощения. Простите меня ради Христа. В чем я виновен перед вами? Надоедал, говорил. Потом может что-то припомнится. Ну, дальше. Я уезжаю. У кого есть ко мне какие претензии, пока я не уехал, выскажите, чтобы я мог исправиться. Я уехал в Варнауле, это все сказал. Мне ждать-то нечего. Мне 74-й год пошел. Прямо скажи здесь. Никакой обиды, ничего нет. Я просто благодарен буду. За собой я все не увижу. У нас тут разговор в последнее время был. Ну, я слышу отголоски-то. Хорошо, что я плохо слышу. А то бы я больше наговорил. Насчет десятины. Возник разговор. Нашли какой-то энциклопедический словарь библейский, что вдовы не платили в Израиле. Такую бредню гонят. Безбожники. Да вдова пришла в две лепты, положила. Вдова устыдила всех. Христос Божий сказал, не надо, не надо. Ты вдова, иди со своей лептой домой. Вы что, не понимаете, что? Вдова относится к народу Божию. Она народ Божий. А Господь говорит, проклятим вы, проклятим весь народ. Почему? Старшие не стали платить десятину, и вдовы не стали платить. И поэтому проклят весь народ. Он не сказал, что вдовы-то они не виноваты, они не прокляты. Платит нищий, который около храма собирает. И за то, он говорит, он обязан заплатить десятину. Я не нуждаюсь, чтобы мне платили. И никогда мне не заплатит никто. Напоминаю, что с первого дня, у меня 50 лет нищий будет 27 сентября, я положил на сердце платить 9 десятин. И так протянул до сегодняшнего дня. Это знает только вот, Надежда Васильевна рядом. Она меня прозвала великий экономист. Экономия вся шла для дела Божия. Так что, вы делайте как хотите, платите, не платите. Я высказал все. Мы сегодня вспоминали, ну мне кто-то рассказывал, уезжал здесь был такой метрополит, он был тогда архиепископ Гедеон Докухин. Он 13 лет здесь был. Но тогда епархия была не Барнаульская, а Барнаульская, Новосибирская, Красноярский край, Кемерово и Тува. Это одному принадлежало, епископу. И он 13 лет был епископом. И когда уезжал, в Тобольске был, и он выступил и сказал, я 13 лет служил здесь. Ни одного священника не нашел, чтобы нормально было. Все вы лицемеры. У меня, говорит, один человек только был, который мне правду в глаза говорил. Мы как-то сидели, а я вот так, а батюшка говорит, отец таким, я забыл, что он там, а я вот так по животу походил, говорю, с такой-то утробой, куда вы пойдете? Батюшка говорит, я испугался, думаю, вот это да. А я его звал на проповедь. Он бывал добр, а бывал суров. Но когда пришло, он припомнил все это. Какие наши обличения, недовольствия, это все уйдет. А результат добрый, покаяние, если мы вызвали это ударом кресла, искра вышла, это придет для вечности. Вот это все кончится. Где мы будем? Тому месту конца не будет никогда. Мы это делаем ради Господа. Он повелел, и я иду. Я его люблю, моего Господа. А удастся или нет, это уже от меня не зависит. Все, Бог возвращающий. Нам нужно, чтобы Бог взял нас под свою защиту. Вернемся, мы не вернемся, это тоже не играет никакой роли. Мы были верные. Все, с нами вместе едете вы. Вы не думайте, что вы сидите. Ты молишься, ты с нами. Ты помог чем-то, ты с нами. Вот она стоит. Она что-то принесла. Этот сегодня, где-то у меня, не вижу, матушка-то, ладно. Та тоже прибежала, что-то принесла. Мало того, меду еще дала. А теперь, ну, помаленечку будем, глядя на нас что. Кто-то советует, как от мошкары, от комаров, какую-то лаванду там. Что можете говорить, и мы примем. Но у нас совершенно неизвестно. Опыта никакого нет. Вот осень, если я буду прощаться, я скажу. Нужно было брать вот этого больше, вот этого меньше. Нужно выезжать было раньше. А вечером темняется, представьте. Будет длинный промежуток ночи-то, а зажигать свет нельзя, нас обнаружат. Мы будем в темноте считать псалтырь про себя, молитвы. Сразу поставим, вставать всегда в 4.40 на молитву. Помолились, мы занимаемся чем угодно, шофера не трогать. Он должен быть бодрый и отдыхать. То есть мы в общем уже знаем как. Накупили 5-литровую кастрюлю, большой чайник, сварили решетку на которой, взяли пилу, где будем дрова заготавливать. А в холодное время там какой-то прибор есть, там газ, палатку там. Ну, что можем? Нам кажется, что мы делаем правильно. А на самом деле, может, надо было что-то не так делать. Это не ваша машина? У нас в лагерь только приехали вот эти вот хлопчики, вот этот робот и один мальчик приехал. Он был сегодня в храме. Огромная большая беда, кто играет в компьютерные игры. Памяти нету совсем. Память ухватывается самое большее на полминуты, даже он теряет память. В интернете страшные вещи, в игры играют. Вот к нам приезжала Зоя Деянова, знаете? Сын вырос, 20 лет, полный идиот. Поступил в институт, исключили. До самого утра сидит и играет. К матери не подходи. Ну, мать, там другой, в интернете пишут, подошла и взяла у него, выдернула, что утро спать-то будешь. Он схватил нож, сразу зарезал, мать. Они бешеные, бесноватые эти люди. А другой играл и пошел. Бабка его выходила, но она не родная, а соседка. Она отдала выпить ему воды. Пошла дверь закрывать. Он сзади хватил голову и отрезал ей. А зачем? А посмотреть, как в интернете и как здесь, похоже или нет. Интернетная вот эта игра намного опаснее наркотиков. Выхода никакого нет. С нынешнего года я брать, кто играет в интернет, не буду. Они совершенно потерянные. Они не знают, ничего не могут сказать. Они вне этого мира. Сатана похитил души. Можно ли выйти? Я опыта не имею. Знаю только общая статистика, говорит, 90 из них пропащие. Вот работает Алексей программистом. Молитесь особенно. Программисты в большинстве своем бесноватые. Программисты. Они составляют которые. Наши не составляют это. Ни одной минуты не играйте там. Я им всем сказал это. Вы тряситесь, над это работают. Витя Петеримов работает. Это наши братья. Молитесь за них особенно. Они работают как раз не играя даже в программах. Там все вот так вот в мозгах. Ну, я работаю в интернете. Так я что там? Материал дал. Ответ дал. Письма. У меня как почта какая идет. У меня был день рождения. 10 июня. Вот воскресеньем. Мне поступило больше тысячи писем поздравительных. Буквально со всех стран мира. И люди говорят, мы в интернет приходили и почти ушли. Говорят, ничего нет. И вдруг на вас натолкнулись. Да это Бог сделал так. Неужели такое может быть? Другая говорит, я в 83 году увидела во сне четко ясно. И другим рассказала, какой-то есть детский лагерь. Есть деревня строится православная. И какие там люди. Рассказала, нигде ничего нет. И сейчас я натолкнулась на вас. Я как будто все эти годы вас видела. Но это Бог делает только так. Где-то истина воссияет. Все равно. Не думай так, что я сеял и все исчезло. Не исчезает ничего. Каждое слово, оно рождает добро или зло. Я сказал, а ты не принял. Но в тебе оно может пробудиться когда-то, это слово. У меня был один знакомый. Он не православный, правда, баптист. Но один сын у него верующий. Три срока отсидел. Юра Михальков. Представительный, там инженер такой. А второй, брат его, тот психиатром в городе, работает неверующим. Но один решил, и у их отца Михалькова, а он, видимо, фронтовик такой, на ногу. И говорит, ну вот вы верующий, а другой-то неверующий, ваш сын-то. Какая разница? Он говорит, та разница, что мой сын неверующий, но он слышал Слово Божие. И когда будет нужда, он знает, куда обратиться. А вы не знаете. Вот и вся разница. Если в семье у тебя рождет сын, родился сын, и даже он ничего не знает, как будто, он все равно слышит. И в день беды он найдет, может быть, Господа. Сегодня он не слушается, не покоряется. Ты сей семя. Будет момент истинного сияет. Ты только молись. Сегодня это еще не последний день. Еще, говорит, не вечер. Я говорю вам до свидания и прощайте. Потому что один Бог знает, как дальше будет. Если мы вернемся сюда через 20 дней, один день пробудем дома, загружаемся снова так же под завязку и опять уходим. У нас разнос идет примерно на 6 областей. 6 областей. Мы во всех направлениях пройдем, даже на границе с Монголием и Китаем. Мы везде должны засвидетельствовать, православие живо. Сектанты везде проникли. Но когда вот на меня нападают, на православных, бывшие православные ушли. А мне говорят, вот с таким-то познакомца, там фамилию его называют, а он еретик. Он рвет буквально все. Ну вот мы с ним стали как бы друзьями. Там называется друзья. Переписываемся. Проходит короткое время. Он меня называет отец. Проходит время какое-то. Он мне говорит, благослови меня. То же самое еретик. Его священники долбили, били. А ему это не надо. Ему надо показать истинное лицо Христа. И показать, что православие заключается не в нас. Оно заключается в том, что святые отцы дали соборы, каноны, рукоположения. Вот в чем. Мы должны показать себя, что мы действительно христиане. А не так, что я православный, а христиан я не знаю. Ну некоторые есть такие. Вопросы? Мы сегодня прощаемся. Я вас завтра уже не увижу. А там Бог как даст. Мы думаем с 7-го вернуться к 8-го крещению. Будет крещение или нет. Потом мы опять на 20 дней. Где-то 28-29 приезжаем. Лагерь закрывается 2-го. Тогда поедет Виктор Николаевич у нас. Может быть, а Володя остается. Просто так нельзя оставить. У нас маленькое хозяйство, есть огородчик. Просьба на первейшее это молиться и днем, и ночью вспоминать, что мы выехали не по прихоти человеческой. Никакой корысти мы не ищем. Мы вложили туда все. Я говорю, если благополучно закончится, то мы сейчас за лето, мы подарки только сделаем библиотекам и другие людям на 1 миллион 100 тысяч. Учитывая нашу минимальную пенсию, и так щедро даем, все говорят, да они миллионы имеют. Да, имеем. Их надо приходовать. Нашего тут ничего нет. Все. Простите меня ради Христа еще раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.